Собор Исаакиевский собор Он расположен в самом центре города, на Исаакиевской площади. Напротив него Мариинский дворец, а в центре площади памятник императору Николаю Первому. Таким образом, на площади расположены сразу три достопримечательности. Исаакиевский собор был построен в 1858 году по проекту архитектора Монферрана в стиле классицизма. Он был назван в честь преподобного Исаакия Далманского, потому что Петр I родился в день его памяти, 30 мая по юлианскому календарю, 11 июня по современному календарю, и почитал его как святого. Высота этого уникального сооружения 101 метр. Огромный купол Исаакиевского собора виден чуть ли не отовсюду. Он возвышается над городом, как бы парит над ним. Кстати, на его вершину можно подняться, купив билет в кассе около собора. И оттуда полюбоваться прекрасной панорамой города, как говорится, с высоты птичьего полета. И стоящие на вершине здания большие статуи будут прямо рядом с вами. В Исаакиевском соборе представлено уникальное собрание монументальной живописи XIX века. 150 панно и картин. Над его росписями работали известные живописцы, в том числе брюлов, бруни и другие. Интерьер собора украшен не только росписями, но также мозаикой и витражами. Второй по значимости собор Петербурга – Казанский. Полное название – собор Казанской иконы Божией Матери. Это самая почитаемая икона Богородицы в России. Казанский собор расположен в самом центре города, на Казанской площади, которая находится в середине Невского проспекта, рядом со станцией метро Невский проспект. Он был построен в 1811 году архитектором Воронихиным, соединяясь с телеклассицизм и ампир. После войны с Наполеоном 1912 года этот собор стал памятником русской воинской славы и победы в этой войне. Здесь похоронен Кутузов, и поэтому собор украшен с двух сторон статуями фельдмаршалов Кутузова и Барклайда Толи. В соборе хранятся ключи от 17 взятых городов и крепостей Европы, военные знамена и другие военные трофеи. Важнейшими религиозными реликвиями собора являются список, то есть копия Казанской иконы Божьей Матери и частица гроба Иисуса Христа, подаренная архиепископом Иерусалимом. В честь Казанской иконы Божьей Матери в Петербурге также названы Казанская улица и Казанский мост. Третьим по значимости собором Петербурга является собор Воскресения Христова, или он известен также как Спас на Крови. Второе название собора связано с тем, что на этом месте 1 марта по старому стилю, 13 марта по новому стилю в 1881 году был убит террористами император Александр II. Он был создан как памятник царю-мучнику и построен на народные пожертвования. Собор находится в самом центре города, на канале Грибоедова, дом 2. Его видно с Невского проспекта, и к нему можно пройти от станции метро Гостиный двор или Невский проспект, идя от проспекта по каналу Грибоедова. Храм был построен в 1907 году архитекторами Парландом и Малышевым в псевдорусском стиле. Наиболее известный и значимый монастырь Петербурга – это Свято-Троицкая Александра-Невская лавра. Она находится на самом краю центральной части города, около набережной реки Невы. К ней также ведет Невский проспект. Он начинается с Дворцовой площади и Зимнего дворца и кончается на другом конце площадью Александра Невского, с памятником ему и Александра Невской лаврой. Прямо на площадь выходит станция метро Площадь Александра Невского. Она была основана в 1713 году по указу Петра I, построенной итальянским архитектором Доминико Трезини. Место, выбранное Петром I для Александра Невского монастыря, имело историческое значение. Монастырь был основан во время войны со Швецией на отвоенных у нее землях. В Александра Невской лавре хранятся мощи князя Александра Невского. В некрополе Александра Невской лавры покоятся многие выдающиеся деятели 18-19 веков. К числу самых значимых соборов Петербурга относится собор апостолов Петра и Павла в Петропавловской крепости. Он построен в 1703 году итальянским архитектором Доминико Трезини. Это памятник архитектуры Петровского барокко. Его высокий шпиль, возвышающийся над Невой, виден далеко отовсюду. Высота собора вместе со шпилем 122,5 метра. До 2012 года он был самым высоким зданием Санкт-Петербурга, а до 1952 года самым высоким зданием в России. Сооружая его, Петр поставил себе задачу построить самое высокое здание в России, выше колокольни Ивана Великого. Храм должен был быть самым значимым сооружением города и находиться в самом его центре. Шпиль собора напоминает мачту корабля, является символом мореплавания и Петербурга как морской столицы России и начале российского флота. В здании соединяются архитектурные стили католических и лютеранских храмов. Храм является усыпальницей русских императоров. В соборе похоронен Петр I и после него много русских императоров и императриц. Второй значимый монастырь Санкт-Петербурга – это Смольный монастырь, который известен своим главным собором. Это Смольный или Воскресенский собор Смольного монастыря, то есть собор Воскресения Христова. Воскресенский Смольный собор построен архитектором Растрелий в 1835 году по указу императрицы Елизаветы Петровны в стиле Елизаветинского барокко. Название собора и монастыря Смольный связано с тем, что он находится на набережной Невы, где во времена, когда корабли были деревянными, их покрывали смолой, и набережная стала называться Смольной набережной. Ранее здесь располагался царский дворец, который назывался Смольный дворец. И недалеко от него находится здание, известное здание, называемое Смольной, которое играло большую роль во время Октябрьской революции. А до революции в нем был Институт благородных девиц. Собор расположен на площади Растрелий около Смольной набережной Невы. Это самый край центральной части города, в отдалении от всех станций метро, ближайшая из которых Чернышевская, находится на значительном расстоянии. Но это один из самых красивых и замечательных соборов Петербурга. И он стоит того, чтобы сюда добираться, даже если он стоит в некотором отдалении от центра города. Свето-Троицкий-Измайловский собор – один из самых больших и впечатляющих храмов Санкт-Петербурга. Название его связано с тем, что он был собором Измайловского гвардейского полка. Он находится в центре города, на Троицкой площади, на пересечении Троицкого и Измайловского проспекта. Адрес Троицкий проспект 7А, недалеко от реки Фонтанки, ближайшая станция метро, технологический институт. Свято-Троицкий-Измайловский собор построен в 1835 году архитектором Стасовым в стиле ампир. Около собора расположен обелиск, названный «Колонна Славы» в память русско-турецкой войны. В советское время он был разрушен и переплавлен, и в 2005 году восстановлен. В соборе находятся святыни, крест с частицей креста Господня и Голгофы, икона с частицей мощей Целителя Пантелеймона, часть эпитрахилии святого Иоанна Кронштадтского, частицы мощей Матроны Московской, Петра и Февронии Муромских. В 2600 году большой купол собора полностью сгорел от пожара, возникшего от возгорания строительных лесов во время реставрации собора. Он был восстановлен, несмотря на значительные средства, требующиеся для его восстановления. Причем 10 тысяч евро на реставрацию собора пожертвовал римский папа, Бенедикт XVI. Недалеко от него находится другой замечательный собор Петербурга, Никола Богоявленский морской собор. Его также часто называют сокращенно Никольский морской собор. Назван он в честь святителя Николая. Это был первый собор для моряков русского флота. Прилегающая к нему территория была застроена казармами для моряков. Он находится в центральной части города, по адресу Никольская площадь, дом 1. Ближайшие станции метро – Спасская и Лесенная площадь. Недалеко от реки Фонтанка. Никола Богоявленский морской собор был построен в 1762 году архитектором Чевакинским в стиле русского барокко. Место, где стоит Никола Богоявленский морской собор, называют «Семь мостов», так как здесь пересекаются два канала, и на них много мостов вместе. Это очень красиво. В храме содержатся частицы мощей святых многих веков, начиная с первых христианских мучеников. В наше время в храме установлены мемориальные доски экипажем затонувших атомных подводных лодок и совершаются панихиды в дни их памяти, в том числе подводных лодок «Комсомолец» и «Курск». В этом соборе 10 марта 1966 года было совершено отпевание поэтессы Анны Ахматовой. Владимирский собор, или полное название «Собор Владимирской иконы Божьей Матери». Он был назван в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Это вторая после Казанской из самых почитаемых в России икон Богородиц. Храм находится по адресу Владимирский проспект, дом 20, на Владимирской площади. Ближайшие станции метро – Владимирская и Достоевская. Собор находится прямо около станции метро. Владимирский собор построен в 1769 году итальянским архитектором Франческо Растрелли. В проекте собора участвовали также архитекторы Гваренги, Трезини, Кнопель, Мельников. В этом соборе отпевали няню Пушкина Арино Родионову. Прихожанином храма в последние годы жизни был Федор Достоевский, так как он жил недалеко. И в настоящее время здесь ежегодно совершается панихида памяти писателя. Дом-музей писателя находится недалеко от собора. Интересный храм Фетербурга – Федоровский собор. Полное название – Собор Федоровской иконы Божьей Матери. Он был построен в честь 300-летия дома Романовых. Поэтому был посвящен Федоровской иконе Божьей Матери, которая являлась святыней дома Романовых. Придание связывает ее с призванием в 1613 году на царство основателя династии первого царя из дома Романовых Михаила Федоровича. Эта икона его мать благословила его на царство. Название иконы связывается с именем великомученика Федора Стратилата, который был небесным покровителем князя Ярослава и многих других князей. С иконой связан также и тот факт, что с конца XVIII века немецкие принцессы, выходя замуж за русских принцев и принимая для этого православие, по традиции в честь Федоровской иконы получали себе отчество Федоровна. Храм находится по адресу Миргородская улица, дом 18, между станциями метро Площадь Восстания и Площадь Александра Невского, но на расстоянии от каждой из них. Он был построен архитектором Кричинским в 1914 году в популярном тогда неоросском стиле. Архитектура здания напоминает стиль ростовского Кремля. В советское время храм был перестроен и превращен в молокозавод и только недавно, в 2013 году, к 400-летнему юбилею дома Романовых, восстановлен. Именно в этом году я последний раз посещала Петербург и смогла сфотографировать только-только восстановленный храм с буквально еще не высохшей краской. Так что мои фотографии – одни из первых фотографий возрожденного храма. Интересный храм Петербурга – церковь Успения Богородицы на Васильевском острове. Находится на набережной Невы, набережной лейтенанта Шмидта, дом 2, на Васильевском острове. Ближайшее метро – Василия Островская, но далеко от станции метро. Церковь Успения Богородицы на Васильевском острове построена в 1897 году архитектором Косяковым в псевдорусском стиле. Это тоже один из наиболее красивых храмов этого стиля, построенных в это время в России. Церковь была построена для подворья Киевско-Печерской лавры, но в настоящее время является подворьем знаменитого монастыря Свято-Веденская Оптина Пустой. Его история, как история многих русских храмов, драматическая. В 1935 году он был закрыт. Его здание было передано в выведение Ленинградского военного порта. В 1936 году церковь использовали как спортивный зал. В период блокады Ленинграда под куполом, выкрашенным в зеленый цвет, расположился наблюдательный пункт ПВО. В самом храме склад, военный склад, в подвале бомбоубежище. В бывшем садике подворья находился зенитный расчет. В 1956 году здание было передано для первого в Ленинграде закрытого катка. В настоящее время храм отреставрирован и является действующим. Наиболее значительным из неправославных и нехристианских храмов Петербурга является Санкт-Петербургская соборная мечеть. Она находится по адресу Кронвергский проспект, дом 7, на Петроградском острове. Ближайшее метро Горьковское. И она находится недалеко от метро. Санкт-Петербургская соборная мечеть была главной и самой крупной мечетью в России до строительства новой соборной мечети в Москве в наше время. Она была построена в 1920 году архитекторами Васильевым и Криченским на частные благотворительные пожертвования по просьбе мусульманской общины Петербурга. Мечеть была построена именно в этом месте, так как здесь с петровских времен располагалась татарская слобода с мусульманским населением. Мечеть вмещает 5000 человек. За образец для архитектуры мечеть были взяты культовые сооружения Самарканда. Наружные стены здания в голубых тонах украшены тонким орнаментом и керамикой, созданной совместно русскими и узбекскими мастерами. Храм священно-мученика Исидора Юрьевского находится на пересечении Лермонтовского проспекта и проспекта Римского-Корсакова. Он был построен в 1907 году по проекту архитектора Полищука. Этот храм был построен как церковь для православных эстонцев, которых в это время проживало в Петербурге около 4000. Церковь Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона – один из старейших храмов Петербурга. Он находится на пересечении улицы Пестеля и Соляного переулка в центре города. Рядом с церковью находится Пантелеймоновский мост. Это также храм, посвященный русской воинской морской славе. Он был построен по указу Петра I в честь победы над шведским флотом в стиле Петровского барокко. Церковь Святых Симеона и Анны – это тоже один из старейших храмов Петербурга. Он находится на углу улицы Белинского и Моховой. Был построен в 1734 году. Архитектор Михаил Семцов в стиле Петровского барокко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова